здравствуйте мои подписчики и гости канала сегодня рассмотрим назначение устройства и принцип действия триеров куколи отборников назначение и место триеров в машинно-аппаратурной схеме зерно от примесей отличающихся длиной очищают в триерах для выделения примесей короче зерна куколь дробленое зерно используют дисковые триеры куколи отборники длинные примеси овсюг овес ячмень выделяются в дисковых триерах овсюга отборниках триеры устанавливают после камнеотделительных машин и перед обоечными машинами сначала из зерна выделяют мелкие примеси в триерах куколи отборниках затем длинные в овсюга отборниках при наличии концентраторов в технологической схеме овсюга отборники не применяют а триеры куколи отборники устанавливают после обоечных машин рабочий процесс в триере основными рабочими органами дисковых триеров являются кольцевидные диски с ячейками на боковых поверхностях карманообразные ячейки расположены по концентрическим окружностям диски закреплены на горизонтальном валу и вращаются в вертикальной плоскости нижняя часть дисков погружена в зерновую смесь форма и размеры ячеек скорость вращения дисков подобраны таким образом что короткие компоненты обрабатываемой смеси захватываются ячейками поднимаются вверх и при определенном угле поворота который зависит от частоты вращения дисков и коэффициента трения частиц о материал диска выпадают из ячеек на наклонные лотки и выводятся из машины длинные компоненты смеси тоже захватываются ячейками но занимают в них неустойчивое положение и выпадают из ячеек при меньшем угле поворота дисков фракции могут быть порознь выведены для дальнейшей обработки в этой или последующих машинах при движении зерновой смеси вдоль машины концентрация короткой фракции в ней снижается в куколь отборниках ячейки дисков поднимают и отбирают куколь и дробленое зерно эффективность работы триера зависит от частоты вращения дисков положение лотков и заслонок от формы и размеров ячеек коэффициента трения зерновой смеси о поверхность дисков концентрации состава примесей и других факторов все эти факторы не поддаются оперативному управлению при эксплуатации триеров необходимо обеспечить стабильную подачу зерна добиваясь равномерного его распределения и необходимого уровня в загрузочном устройстве регулируют подачу и время обработки зерна при помощи заслонок загрузочного и других устройств надежная и эффективная работа триеров возможно при очищенных ячейках влажности зерна не выше 18 процентов и отсутствие в исходном зерне твердых и грубых примесей поэтому исходная зерновая смесь должна предварительно пройти соответствующую очистку а при необходимости и сушку при соблюдении указанных условий эксплуатации триеры куколе отборники должны обеспечивать эффективность очистки не ниже 80 процентов она определяется по формулам применяемым для зерно очистительных машин для куколи отборника количество зерна основной культуры в отходах не должно превышать 2 процентов по отношению к массе отходов производительность дискового триера определяют по формуле представленной на слайде отметим что производительность дискового триера в тоннах в час прямо пропорционально радиусу диска по внешним ячейкам радиусу диска по внутренним ячейкам удельной нагрузки и числу дисков в триере куколе отборники рассмотренном далее радиус диска по внешним ячейкам составляет 315 миллиметров радиус диска по внутренним ячейкам составляет 180 миллиметров удельная нагрузка при очистке от коротких примесей в куколе отборники составляет от 800 до 1200 килограмм на квадратный метр час рассмотрим устройство и принцип действия триера куколе отборника на примере дискового триера для отбора мелких примесей марки а9 утк 6 данный дисковый триер состоит из следующих основных узлов корпуса с дисковым ротором приемных и выпускных устройств привода и станины корпус 9 корытообразной сварной конструкции служит для размещения основных рабочих органов триерных дисков 6 а также для крепления всех вспомогательных узлов на боковых стенках корпуса размещены подшипниковые узлы для крепления вала 2 дискового ротора на валу ротора установлены 22 кольцевых диска 6 с карманообразными ячейками и ковшовое колесо 3 перегружающего устройство которое делит дисковый триер на рабочее и контрольное отделение в рабочем отделении 15 дисков а в контрольном 7 ковшовое колесо установленное между перегородками возвращает промежуточную фракцию зерна из контрольного отделения в рабочее через наклонный лоток в рабочем отделении между дисками установлены лотки 12 и 13 для отвода зерна и коротких примесей а в контрольном только лотки для коротких примесей в корпусе триера установлен шнек 1 с помощью которого примеси с некоторым количеством зерна перемещаются из рабочего отделения в контрольное триерные диски прикреплены к валу спицами и болтами на спицах дисков контрольного отделения закреплены гонки которые за счет кругового смещения смежных дисков образуют прерывистую винтовую линию обеспечивающую перемещение очищенного зерна в перегружающее устройство в корпусе триера имеются откидная дверка и съемная верхняя крышка с отверстиями для подключения к аспирационной сети на верхней крышке крепится приемное устройство 7 с заслонками для регулирования подачи зерна в триер в нижней части корпуса имеются откидные крышки 11 для периодического вывода минеральных примесей не реже одного раза в смену и сборники для отвода зерна и коротких примесей станина триера состоит из п-образных стоек 10 которые соединены между собой продольными балками 15 для сбора и удаления минеральных примесей установлен поддон перегружающие отделение от рабочего отделено сплошной стальной перегородкой 5 а от контрольного перегородкой 16 с окном сечение которого регулируют заслонкой 4 с помощью рукоятки 14 привод триера осуществляется от электродвигателя 17 вращение с помощью кленовых ремней 18 передается редуктору 19 и через цепную муфту валу 2 дискового ротора вращение от вала дискового ротора на вал шнека передается с помощью цепной передачи в схеме управления предусмотрена система отключения электродвигателя с помощью сигнализатора уровня в случае переполнения триера зерном технологический процесс в триере куколе отборники происходит следующим образом исходное зерно один поступает через приемное устройство и с помощью лоткового распределителя тремя равными потоками направляется в рабочее отделение между дисками при вращении дисков 6 длинные зерна пшеницы неустойчиво заполняют карманообразные ячейки размером 5 на 5 миллиметров и глубиной 2 с половиной миллиметра и при небольшом угле поворота дисков выпадают из ячеек в лотки 12 откуда очищенное зерно через патрубок выводится из машины короткие примеси соприкасаясь с поверхностью дисков устойчиво размещаются в ячейках выносятся из зерновой массы и под действием силы тяжести и инерции при значительно большем угле поворота дисков выпадают из ячеек в лотки 13 по которым поступают в шнек один последний транспортирует короткие примеси и попавшие сюда зерна пшеницы в контрольное отделение здесь короткие примеси дисками поднимаются вверх и с помощью лотков направляются в сборно отводящий патрубок для примесей и выводятся из машины зерна пшеницы накапливаются в контрольном отделении гонками дисков транспортируются к стенке перегружающего устройства и через окно перекрытое регулируемой заслонкой 4 поступают в зону действия ковшового колеса 3 поднимаются им и по наклонному коленообразному лотку возвращаются в рабочее отделение триера в машине регулируется распределение зерна заслонками приемного устройства а уровень зерна в контрольном отделении заслонкой 4 минеральные примеси выпускаются из корпуса триера не реже одного раза в сутки техническая характеристика триера куколи отборника представлена в таблице на слайде спасибо вам за внимание вы посмотрели лекцию посвященную оборудованию для выделения из зерна сорной примеси а именно устройству настройки и принципу действия триера куколи отборника подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик уведомления пишите комментарии с вопросами если они у вас возникли желаю вам всяческих успехов и до новых встреч до новых встреч